Дорогие друзья, разговор, который мы вам сегодня покажем, мы снимали несколько лет назад. Разговор этот состоялся потому, что на нашем канале мы показали фильм о дружбе двух городов, Куйбышева и Старозагоры. И одна из телезрительниц узнала в кадрах кинохроники свою маму, Лидию Алексеевну Шувалову. А встретившись, мы услышали рассказ о человеке и о городе, в котором он жил и работал. О любви и о дружбе, о прошлом и о настоящем. Итак, возвращаемся на несколько десятилетий назад в Союз Советских Социалистических Республик. И говорим о человеке, который жил и работал в этой стране. Лидия Алексеевна родилась в 1929 году. Лидия Алексеевна с детства была очень боевой, веселой девочкой, честной очень. Именно ей доверяли разрезание хлеба школьникам. И она говорила, что такое полуголодное детство было. И многие ребятишки бежали в школу, зная, что им дадут кусочек хлеба и ложечку сахара сверху сыпали, сахарного песка. И вот она всегда разрезала этот хлеб. Ее привез дедушка, он по работе приезжал часто сам в Куйбышев. И в Куйбышеве у него было много знакомых. И он решил, что дочке нужно учиться в Куйбышеве. В это время мама уже познакомилась с моим будущим отцом. Вышла замуж. Они с моим папой Василием в Куйбышеве. И она поступила в Бузулукский библиотечный техникум. Я уже родилась в это время. Не имела высшего образования, но имела огромный широкий кругозор. Поработав буквально полгода в библиотеке, услышала, что освободилась должность старшего инспектора по библиотекам в отделе культуры горсполкома. И она приехала в отдел культуры. Был тогда заведующий швейф Александр Константинович. Изумительный души широкий человек. Интеллигент, по-моему, из Питера он был. И они сразу поняли друг друга, и он ее принял. И 22 года мама работала старшим инспектором отдела культуры. Курировала библиотеки и музеи. Поскольку она везде на все мероприятия меня с собой брала, я была в курсе всего. Я помню еще музей Горького, тогда Лемарова Маргарита Павловна. Там была, по-моему, директором. Потом они решили, значит, решен был вопрос об открытии музея Алексея Толстого. Сколько было сил положено на это. И мой папа, кстати, он руководил строителем, ремонтом домов вот этих, которые сейчас ходят в состав музея. То есть все наше семейство участвовало. И на открытии мы были. Мы, общая, я вот была приглашена тоже, общалась с родственниками Алексея Толстого. Первое время очень много приезжало. Вот Татьяна Толстого что-то, вот я не помню, но Наталья Толстая приезжала. Во времена работы Лиза Алексеевны представителем горсполкома был Росовский. Были огромные заводы. И на этих заводах работало большое количество людей, которым надо было где-то жить. И было построено 15 микрорайонов. И вот, чтобы жизнь в них кипела, открывали кинотеатры, клубы. А моя мама боролась за то, чтобы открывали библиотеки. И она гордится тем, что все время подчеркивала, что я открыла 20 библиотек. Каким образом? Специальные здания строят долго. Низ первой этажей больших домов тоже занимались, в основном подмагазины, там какие-то другие организации. И она придумала, она говорит, это я автор, открывать библиотеки в квартирах. И когда Росовский собирал на совещание, очередной там микрорайон строился, он следил сам, то Александр Константинович Швеев на эти совещания всегда посылал маму. И говорил, Лиза Алексеевна, иди ты, ты добьешься. И вот Росовский ее буквально побаивался. Увидит, ой, опять Лиза Алексеевна пришла. Она, дайте мне квартиру на первом этаже, надо открыть библиотеку, ребятишки бегают, они должны читать книги, они должны развиваться. И выбивала все время, вот открывала библиотеки, открывала, открывала. И вот она так жила. Ни один известный человек, который приезжал к нам, не прошел мимо нее. У нас была премьера реквима Кабалевского. На эту премьеру он приехал сам, и долго они там готовили. Был огромный концерт в филармонии. И приехал Роберт Рождественский. Мама, естественно, его разыскала в гостинице вечерком. И начала с ним работу. Что мы очень хотим с вами встретиться, наши читатели, они вас очень любят, они знают ваши стихи, у нас есть клубы поэтов. Мы вас приглашаем. Они собрали всех ребят, которые увлекались поэзией. И он читал свои стихи. Столько людей было там, и стояли, и сидели, и в окна смотрели. То есть это было нечто. Самое, наверное, яркое воспоминание, Лидия Алексеевна, это приезд поезда дружбы из Болгарии, Старозагоры, и ее поездка ответная в Старозагоры. У нас тоже был расформирован поезд дружбы. Город жил этим, ну, представительством, этим приездом, готовились. Может быть, не было такого ремонта грандиозного, как в Мундиале, но все люди, буквально обычные, простые люди, все знали, что приезжают болгары, что надо, если подойдет, встречать, отвечать. Все. И Лидия Алексеевна водила делегацию болгарских партизан. И настолько подружилась с четверыми из них. Это, значит, Нейка Тодоров, это был секретарь парткома Марица Восток, там самая крупная была организация энергетическая, по-моему, вот он был секретарь парткома. Нейка Литка, мамина тезка. Литка, это по них ласковая Литка. Литка была, она работала вот на этой организации, Русская и Христа, вот их четверо. И вот мама с ними подружилась, и водила их везде тоже, их возили, встречали, дарили подарки. Ну, то есть это какой-то был праздник жизни. И в том числе она попросила разрешения, чтобы они к нам в гости пришли. У них было несколько вечеров свободных, там, два в полном вечера. Ой, и тогда же был дефицит. Мы с ней пошли в универсално-революционный, к администратору, она объяснила ситуацию. Нас завели в какую-то комнату, в тележку. Выбирайте все, что хотите. Ну, в смысле, продукты были, но нам хотелось деликатесов каких-то. Их, конечно, не было в продаже. Вот. Выбирайте все, что хотите. Мы наложили полную тележку, значит, потом привезли домой, накрыли стол, и вечером они пришли. Ну, было общение дружеское, рассказывали о себе, нас спрашивали. Вот. Удивлялись, что у нас там на столе всякие деликатесы всевозможные. Вот. И мама сказала, что, говорит, а моя мама, бабушка, то есть моя, живет в частном доме. И они загорелись. Ой, как нам хочется побыть в частном доме. И на следующий вечер привезли их в этот частный дом. Но здесь мы уже по полной программе. Уже деликатесов у нас не было, но был самовар ведерный настоящий, который мы разожгли, стол в саду накрыли во дворе. Вот. И это так все было им интересно, так они все это рассматривали. Ну, я хочу сказать, люди, вот болгары, да, не знаю сейчас, какие отношения у нас с ними, но тогда это была такая любовь. Вот Нейка Тодоров, читал нам Пушкина за столом, вот здесь мы сидели, вот, он стихи, стихотворение за стихотворением. Нам даже было немножко совестно, что мы столько не знаем на память стихов, сколько знает Нейка. Вот. И когда провожали мы их всей семьей, вот, и когда они уезжали, то сказали, что будет поезд дружбы ответный, и ты должна лидко приехать. И вот я письма нашла сейчас старые их, там они во всех письмах пишут, что мы... И мама опять, она вот такая была женщина инициативная, она так их полюбила, они переписывались. Она прям со слезами говорит, ну, неужели меня не включат в делегацию? И пошла к Росовскому опять. И показала эти письма. И говорит, ну, посмотрите, меня ждут в Болгарии. Вот, люди. Хорошо. Ее включили в делегацию. Вот. Но, конечно, это была поездка. Она просто не могла долго в себя прийти после этого. То есть их встретили. Нейка ей подарил букет роз. Она говорит, что я сколько была на праздниках, я такого букета никогда не видела. Они сделали в несколько этажей его. Вот такой вот. Не вот такой, а вот в несколько этажей розы. Неподъемный просто. Я, говорит, его держала, боялась уронить. Их привезли на центральную площадь Старозагоры. И там устроили хоро. То есть они все друг за другом вот так вот потихонечку стали браться и по кругу. И кончилось тем, что вся площадь танцевала хоро. И русские, и болгары. И она говорит, вот их шли по улице и прям подходят. Руки жмут, улыбаются. Вот. И у нас, кстати, когда мы их отсюда провожали вечером, ну, здесь такси трудно поймать. Нашли какую-то машину. Вот. И открываем дверцу, и мама говорит, нам нужно болгар. Это. Он сначала говорит, вам куда? Она говорит, в Волгу гостиницу. Ой, мне не туда. Она говорит, вы знаете, у нас болгары. Болгары? Давайте садите. Усадили их. Она, значит, ему деньги. Да какие деньги? Вы что? Это же болгары. И вот, и там так же, то же самое. Такое же отношение было. И когда она уезжала, они спросили, Лидка, что тебе подарить? Вот. Ну, она смутилась так, говорит, ну, я даже не знаю. И подарили ей буквально три вот такие вот веточки. Это, говорит, розы. Вообще через таможню, по-моему, не разрешается. Но они, говорит, мы маленькие, ты их заверни мокрую тряпочку и положи в чемодан. Вот. И она так и сделала. И привезла третьи палочки. Вот у нас такой розарий вырос. Все наши знакомые, родственники, вот кто бы ни пришел, особенно первые годы, мы всем отсаживали эти розы. Из них в Болгарии делают розовое масло. Там целые поля в Болгарии. Я тоже была в Болгарии. Вот. Целые поля с розами, с этими. И это у них производство розового масла душистого, очень приятного. Она очень много ей надарили. Там такие деревянные, красивые флакончики. А внутри вот с розовым маслом ампулка. И вот она приехала и всем своим знакомым дарила это розовое масло. И когда они цветут, то очень приятный запах. Сейчас вот они немножко отцветают. А когда они в самом цвету, то запах розы. Вот. И мы вот всем дарим розы. Вот такой разговор состоялся у нас несколько лет назад с дочерью Лидии Алексеевны Шуваловой. С тех пор видеозапись этого разговора лежала в наших архивах. И я не мог решить для себя, город ли это и истории ли это нашего города. Но вот сегодня мне кажется, что это и есть история, с которой мы не можем не познакомить вас. Будьте здоровы и счастливы. С вами был Михаил Перепелкин.